Собираемость налогов в регионе сплошной позитив. Денег в бюджеты всех уровней в первом квартале прибавилось значительно, в общем профиците, больше 2,5 миллиардов. Это при том, что список юрлиц в области значительно похудел, почти на 4 сотни. Тем не менее, цифры не могут не радовать. Конституциональный бюджет Российской Федерации в первом квартале поступило 18 миллиардов 836 миллионов рублей, что на 2 миллиарда 602 миллионов рублей или на 16 процентов больше аналогичного периода 2021 года. Из общей суммы поступлений 7 миллиардов 214 миллионов рублей поступило в федеральный бюджет с положительной динамикой 120,7 процента. В региональную казну денег пришло тоже больше обычного, почти на 15 процентов. Не последнюю роль в этом сыграли контролеры-аналитики. По итогам их проверок, да начислено больше миллиарда. Немного просели показатели по акцизам и транспортному налогу у юрлиц, но это все поправимо. И на этом служба делает особый акцент. Первый квартал для налоговых органов был довольно-таки успешным, с хорошей положительной динамикой, но тем не менее, еще раз говорю, все-таки упор хотелось бы сделать на втором и третьем квартале 2022 года. Ввиду того, что первый год у нас характеристик с положительной динамикой, темп роста у нас составил около 120 процентов. Не в последнюю очередь эти цифры отражение перехода в онлайн-формат. Дистанционно работать сегодня удобно и выгодно в первую очередь налоговикам. На виртуальной площадке у ФНС уже более 60 электронных услуг и сервисов. Один из которых, как меня видит налоговая, индикатор финансово-хозяйственной деятельности, по которому инспектор и определяет, кого проверять в первую очередь. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».